Покажите, у нас есть чат в правом углу. Давайте мы с вами поздороваемся, потихонечку начнем. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов, стран. Ах, да, не видно. Сейчас я отключу себя. Всем привет. Я из Португалии. Это первый мой вебинар именно из Португалии. Тема у нас классная, тема у нас достаточно актуальная. Достаточно много людей хотело что-то узнать, но вопрос, сколько дойдет до вебинара. Кто дойдет, кто дойдет. Так, доброй ночи. Я из России. Очень приятно. Отключаемся. У кого-то не получилось, видимо, подключиться. Пишем свои страны, города. Давайте быстрее в темпе, потому что что-то на кого-то. И, пожалуйста, напишите, напишите, пожалуйста, цель, с которой вы сегодня пришли на вебинар. Что вы, какая была ваша цель вебинара, чтобы сюда прийти? Я занимала, как я могу дать вам еще больше полезности. У нас сегодня именно не занятие, а у нас сегодня именно такой вебинар познавательный с двумя медитациями, которые я специально приготовила для вас. Сейчас у нас такое небольшое знакомство. Итак, пишем здесь, в правой стороне чата, то есть в правой стороне от меня находится такое белое поле чата. Если вы на мобильнике, то вы это поле найдете под мобильником где-то вот в этой правой стороне. То есть вам нужно будет перелискать. Ну и, в принципе, нас не так много. В принципе, можно и опять сейчас еще куда идут. Так, вот, отлично, да, то есть нашли это поле, отлично. Так. Оксана, хочу узнать причину боли в спине. Бывает внезапно боль парализует моментально. Понятно, очень хорошо. Он парализует моментально, что вы имели в виду. Парализует в смысле вы не чувствуете рук, вы не чувствуете ног. Куда идет действие? Ага, не могу двигаться. Понятно. Хорошо. Ага, остальные тоже пишем. Так, я жду у остальных. Пишем вашу цель, с какой целью вы пришли на ВИМАР. Что бы вы хотели уже достичь с помощью данного ВИМАРа? Почему-то люди пишут в группе. Нужно приходить сюда, а они пишут где-то в группе. Удивительные. Так, давайте не размазываться. Ну, кто-то не написал, кто-то не написал. Так, тогда по-быстрому голосу скажите. Я сейчас включу. Кого я включу? Вот у нас подключаем звук. Вот у Ирины есть звук. Ирина, пожалуйста, включите звук. С вами коротко познакомимся. Или напишите, или напишите в чате. А, Оксана, можно указать, где именно спине? То есть я достаточно со многими общалась именно по теме поясничной боли. В спине как бы боли делились на поясничную область и на область шеи. Да, это мы общались мы с венчурниками. Меня слышно хорошо. Вообще-то давайте поставьте плюсики, как меня слышно и вообще видно. Я, может быть, тут говорю, а меня не слышно и не видно. Так, ну что лопата в детстве была правильная. Да, ладно. То есть уже, да, есть какое-то осознание, что что-то произошло в прошлом. Сейчас мы это немножко подробно рассмотрим. Так, можно говорить голосом, но по одному. Вот я не знаю, кто у нас тут пользователь, который подключает звук. Да, то есть технически, я надеюсь, вот видно, обычно вот с левой стороны вы найдете под экраном, где я, вы найдете такую кнопочку. На нее нужно будет нажать и, соответственно, нажав на эту кнопочку, появится микрофончик. Второй раз позже можно нажать, и появится звук. Ирина, вы можете сказать пару слов, с какой целью вы пришли на вебинар? Ставится, откуда вы нашли нас, вы из мессенджера, переписывались мы с вами, потому что много людей. Вот объясните мне такую вещь, много людей, где-то около 400 человек находятся в общении, а в вебинарах находятся единицы. Единицы, да. Ну хорошо, единицы, так единицы. Ладно, если вы только пока слушаете, привыкайте, возможно, вы новый человек, я так не знаю. Скажите, пожалуйста, Инна, с какой целью вы пришли сегодня на вебинар? Мы с вами уже больше знакомы. Я с телефона писать не могу, да. Да, я понимала, что трудно, да. Давайте, давайте, что с вами такое вообще? Просыпайтесь вам в этой португальской энергии. Что какие-то такие? Я из Луганска, и мне хотелось бы узнать, у меня бывает боль в спине, в области лопатки. Между лопаток, с левой стороны. Такое ощущение, как будто вот режет. Это где-то вот, ну, пространство сантиметров 10. Ну, понятно. Где-то вот на уровне сердца. Только с этой стороны. Понятно, хорошо, спасибо. А цель, то есть, что узнать, почему там режет? Ну, хотелось бы цель узнать, как от этого избавиться. Понятно. Но вы уже, как бы, не новичок, да? Как вы думаете, с каким энергетическим центром, с какой чакрой это связано? Ну, это четвертая чакра. Это любовь к себе, любовь к людям. Конечно. Конечно. Ну, значит, дальше сидим и думаем. Почему именно левая сторона, а не правая? А вот я не знаю, как зовут нашего пользователя, который подключает звук. Ну, и без звука, и, видимо, и чат не найдет. Ну, слава ему, просто послушайте нас. Ирина, вы можете говорить... Да. Ну, хорошо, не будем развозиться. Что я хочу сказать. Как вы считаете, ваше состояние? Вот есть, как бы, не есть, а есть определенные состояния, жизненные состояния человека. Влияют ли состояния жизни на человека, влияют ли они на физику, влияют ли они конкретно на физические проблемы с кем-то? Вот если влияют, вы считаете, что, если влияют, пожалуйста, либо голосом, либо напишите в чате плюс. Влияют, конечно. Влияют, конечно. Очень хорошо. Инна, ну, тогда голосом, скоро подключаемся. Ну, да, конечно, все взаимосвязано. И раз у нас мы все привязаны к чакрам, то взаимосвязь существенная есть. Только самое главное нам всегда находить в себе, как это, противостояние, как... Чтобы не попадать на те же самые крючки энергетические. Очень хорошо, очень хорошо сказано про крючки, да. Где могут находиться крючки? И, естественно, в крючке могут находиться... Где? Да. Все правильно. Все абсолютно правильно. Сейчас коротко посмотрю, потому что... Ага, вот, а, Ирина. Так, ага, это Ирина, так. Теперь я, да, хорошо. Я не умею пользоваться зумом, и я буду слушать. Хорошо, я вижу ваше сообщение, отлично. То есть мне нужно будет, правда, переключаться, но сейчас я включу это на телефоне, и тогда мне не нужно будет переключаться, иначе я, конечно, не увижу. Очень рада, что вы с нами. Так, отлично. А теперь хотите вы знать, в каких вы состояниях находитесь сейчас на самом деле? Как бы есть логика, да, и есть, скажем так, биоэнергетика, да, есть выше мир, который может показать действительное состояние. Я, например, сегодня как бы не хотела находиться в четвертом состоянии, да, посмотрев энергетически, хотя вот море, все так классно, все, да, смотрев энергетически, я где-то так, это сам, где-то там. Слушайте, в третьем и четвертом, сейчас объясню, в чем, так сказать, в чем фишка. Мне нужно будет включить, сейчас я отключу, ну, побыстрее, чтобы я могла видеть ваше сообщение. Так, так, минутку, ну, как раз вот у нас сейчас получится основная часть. Так, все, я вижу, я вижу, айну, так, я вижу, ирина. Короче, почему-то не могут заукцировать. Ну, вчера я сбрасывала ссылку на скачиваемую зуму, но, ребята, ну, будут смотреть записи. Так, поехали. Так, всем видно, хорошо доступ. Дайте мне какую-то обратную связь, кто у нас. И вот у нас еще пользовательный, ну, как не может звук найти. Да, если вы с мобильника, это определенная задача. Так, поехали. У нас существует... Вот мы рисуем название вот такую графу. Так, всем видно все, то, что я рисую. Так, ну, все отлично, поехали. Хороший, по-настоящему начался вебинар. Итак, состояние, я повторяю, состояние очень важны для того, чтобы в каком вы состоянии находитесь, те и мысли, и дух. Да, я надеюсь, что это понятно. Постаньте, пожалуйста, часть плюс, если это понятно. Да. Отлично. Итак, если мы разобьем, скажем так, на 4 состояния, здесь намного больше, мы рассмотрим 4 основные состояния. По вот этой оси у нас будет энергия. Здесь у нас будет время. У нас есть состояние 1, состояние 2, состояние 3 и состояние 4. Я повторяю, что их намного больше. Мы рассмотрим 4 основных, которым человек варится. Я объясню, почему. Потому что они напрямую связаны с нашим позвоночником. Вот мы нарисуем так стематично позвонки. И, как вы заметили, уже то, что я рисую, получается такой, свой в разные каналы. То есть позвоночник у нас находится в своем разном энергетическом канале. Сейчас я объясню связь состояние. В этот канал поступает энергия СВИ и в этот канал поступает энергия Космос. Когда мы находимся в определенных состояниях, состояние блокирует это поступление. Мы не будем забегать очень сильно вперед. Об этом немножко расскажу позже. Итак, рассмотрим сами состояние. В первом состоянии вы видите достаточно большой подъем энергии, но достаточно в малый промежуток времени. Что это может быть? Это может быть состояние борца на ринге. Это может быть состояние, когда вы активно защищаете свои права, что, в общем-то, похоже. Это когда вы агрессивны и поднимается энергия. Поскольку здесь вы агрессивны, мы все-таки определим это состояние как минус. Далее. Есть состояние у нас второе. Это состояние, оно более спокойное. Но это состояние связано, скажем так, если у нас здесь идут, скажем так, действия, да. То есть мы убегаем, мы кричим, да. Идет огромнейший выброс энергии. Сначала идет огромнейший выброс энергии, затем ее спа. Я надеюсь, вы с этим согласитесь, да. Во втором состоянии происходит такое вот равномерное действие. То есть человек достаточно ко всему равнодушный. Это связано, допустим, с апатией, да. Ничего не получается. Все стоит на месте. Можно это обрисовать как некое такое болото. Ну там-там, растут камуши. Да. То есть вот это действие, причем это действие агрессивное, это болото. В этой части у нас состояние негативное. Как раз эти состояния вызывают определенные блокады на разных уровнях позвоночника. Третье состояние. Это состояние характеризуется достаточно плавным, скажем так, течением энергии. Это небольшой подъем. То есть там нет подъема энергии. Равномерное такое течение, но оно позитивное. Но позитивное в том плане, что в этот момент, допустим, мы хорошо концентрируемся. Это состояние хорошо для того, чтобы проработать какую-то рутинную работу. То есть вот здесь рутинная. Но рутинная работа, она же не всегда там рутинная, да, негативная. То есть есть там какая-то бухгалтерская работа, есть что-то новое. Можете мне сейчас примеры привести, что вам сейчас, кстати, идет в голову. И вы поняли, да? Допустим, когда вы пишете книгу, да. Чтобы написать книгу, вам не нужно состояние такой эйфории определенного подъема. Вам, может, более равномерное состояние, в котором вы можете совершить какие-то действия. То есть сначала, конечно, у вас идет эйфория там, да, но потом она спускается. И для того, чтобы правда написать книгу, это достаточно рутинная работа ежедневно. Вот это имеется в виду. Но уже в позитивной энергетике. Это относится к третьему состоянию. К четвертому состоянию относится состояние немного такой эйфории. Я бы нарисовала здесь такую вот бабочку. Это, знаете, состояние, когда все удается, все получается, все классно. Вот за что не взялся, все получается. Захотел сварить там борщ, получается суперский классный борщ там. Все тебя похвалили, сам доволен. Захотел там, не знаю, что-то купить. Тоже все сложилось, как мозаика купим, да. Захотел создать там какую-то ситуацию, в которую вы хотите прийти. Но это уже позже, на более поздних периодах, да. Пошел, сделал. Вот понятно, да? Я надеюсь, дайте мне обратную связь. Понятно ли то, что я объяснила? Понятно, очень хорошо. Ну, а чтобы было лучше понятно, сейчас вот на спид, пожалуйста, напишите в чате или скажите Гурла сам. То есть, соответственно, я вижу, что вы пишете. Ирина, да, вот, да, вижу. Да, то есть, Ирина, вы тогда пишете в нашем местном, через который мы общаемся. На скид, в каком бы сейчас состоянии вы находились целый день? Ну, понятно, что там состояние меняется. Ну, вот в данном, в данный момент какое, скажем так, состояние, это также энергия, в которой вы находитесь. Четвертым. Ну, отлично, хорошо. Сейчас проверим, проверим. Четвертым. Очень хорошо. Инна? Тогда мы отвечаем голосом. Ну, не могу сказать, что второй и полностью третий не могу сказать. Ну, вот где-то ближе к третьему. Окей. Оксана? У меня тоже между два и три. Но больше сегодня было к третьему, чем ко второму. Хорошо. Неизвестный пользователь, который, ну, потом... Напишите мне тогда в мессенджере, хотя бы, кто вы. Вы из Viber, вы из Telegram, вы из Instagram. Откуда вы, да? Если вы подписаны на мою воронку, то есть мы общаемся по тени спина и боли в спине, то есть напишите мне прямо туда, как сделала ты Ирина. Очень хорошо. Хорошо. А теперь закрываем глаза глубоко, вдыхаем животом и представляем, видим, показываем нашим светом сознанием белый экран. И у этого белого экрана запрашиваем показать нам понятно на экране цифру того состояния, в котором я сейчас нахожусь. Пожалуйста, высший мир, уповождающий эту медитацию, покажите нам, покажите нашим участникам вот это их состояние. То, что есть на самом деле. Не то, что нам нарисует логика, не то, что мы себе сами скажем, а то, что есть на самом деле. Сейчас достаточно очень важный момент, потому что в энергии мы не можем себе что-то, скажем так, себе наврать. Видим большой белый экран и на нем отчетливая цифру. Каждый видит свою цифру. Увидели цифру, глубоко вдохнули себе, выдохнули, открыли глаза. Абрик соединяется ледневно. Очень хорошо. Вот. Мы уже начали. Ну, ничего. Первый момент, в принципе. Напишите мне в чате на вскидку, как вы считаете, в каком состоянии вы находитесь. Состояние бурного действия, возможно, агрессивного состояния апатии, болотца. Состояние, скажем так, рутины, когда нужна концентрация, допустим, какая-то бухгалтерская деятельность. Состояние такое митворение, когда все получается, что-то классное сюда. Пожалуйста, напишите в чате. Оксана, да. Оксана, да. А сейчас что? Так, пишем. Сейчас я смотрю. Я экрана не вижу, она пришла цифра 3. Ничего страшного, не видите? Плавно увидели тройку. Отлично. А думали, что четверки, да? Интересный момент. Интересный момент. Оксана либо голосом, либо пишем. Инна голосом. У меня вышло 2. Вышло 2? Да. У меня прыгало между единицей и двойкой. То есть как-то 1, 2, 1, 2. Но потом в конце как бы римское 2. Ага. На что-то сердитесь. Ну, примерно так представляем на что. Людмила, пишем в чате. Я приветствую вас сегодня на сегодняшнем вебинаре, посвященном тайной боли спины. Если вы что-то пропустили, ничего страшного. Будет запись. Мы просто слушаем сейчас внимательно и пытаемся действовать совсем. Хорошо. Вашу. Так. Инна? Ну, почему-то сразу мне пришла цифра 4. Я ее не видела. Пришла цифра 4. Ну, не знаю. Я думала, с двойки до тройку не натяну. Чисто из-за того, что мне нужно проработать рутину. А я не могу себя заставить это сделать. А почему четверка? Сильно хорошо. Не знаю. Сильно хорошо. А чувствуете эту четверку? Не могу сказать, что у меня какое-то приподнятое настроение. Но так ровненько пока нормально. Мне ближе как-то тройка. Но вот я же говорю, плавное такое течение. Но может быть сейчас в связи с вебинаром немножко поднялись на четверку. Не хватает концентрации проработать. А, то есть, когда мы можем перемещаться, естественно, из одного состояния в другое, но это уже наиболее высокий уровень. Куда мы еще дойдем? Вы заметили разницу, да? То есть, есть у кого была небольшая разница. Это разница в том, что есть на самом деле в энергии. И то, что мы как бы думаем, полагаясь на себя, на свои мысли и так далее. Давайте рассмотрим такой момент, что же происходит, когда мы находимся где-то на негативных состояниях. Возможно, сейчас с Божьей помощью, да, с подачей энергии вы переместились 4 и 3, да, лучше еще 4, чтобы сама ее принимать и все воспринимать эту информацию. Мысли на также можете сейчас перенести, если у меня что-то из себя. У нас куда-то делось, Людмила. Напишите нам тогда в мессенджере. У нас куда-то. У нас куда-то. Итак, что же происходит, когда у нас, мы находимся в негативных состояниях, да? Если мы представим наш позвоночник, сейчас выпустим набору. Если мы представим нашего человечка. Представим наш позвоночник. Я сейчас не буду все 23 межпозвоночных диска рисовать, потому что, в принципе, именно, как правило, проблема у нас с диском. Сейчас мы это посмотрим, да? То есть мы помним, у нас есть такой уровень кольца. Диск где-то вот так выглядит. Выглядит. И здесь у нас походит негативно. И как раз вот эта вот проблема так называемого позвоночного тела, которое здесь находится, как правило, он выходит за пределы. Так. Как мне вас впустить? Вот тут. Где вы? Я вам что написала? Так. А, пропала связь. Ну, уходите снова, да? Так. 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 У нас выпал. Так. А, пропала связь. Да. Уходим снова, если что-то. Так. Что хотела сказать? Аня, радость-то какая! Поздравляю в добрый путь. Да. Пожалуйста, выключите звонок. Здравствуйте! Всё. Так. Привёз. Когда... Итак, когда вы находитесь в негативном состоянии, какие-то негативные мысли, что происходит с вашим позвоночником? Поздравляю! а вот отлично отлично сейчас уже получилось что уже видим человека отлично звук у вас есть напишите кто вы что вы но хорошо тут пропала связь у кого пропала связь снова заходите где была организационная часть сейчас достаточно очень важный момент почему у нас идет смещение дисков как правило смещение дисков идет именно на уровне поясницы очень часто почему именно там потому что здесь здесь находится у нас первые и вторые энергетические центры а чем связаны первые и вторые энергетические центры они связаны с накоплением наших эмоций то есть если мы представим на скаках то здесь у нас лежат определенные эмоции что создают эмоции эмоции создают здесь энергетическую блокировку то есть сюда попросту не проходит энергетика когда к нашему органу не проходит энергетика это равносильно тому что допустим к органам не поступает кровь нету кровоснабжения и естественно клетки на физическом уровне они начинают разрушаться есть так называемые космом клетки они начинают разрушаться то есть разрушается сам вот этот вот диск шайба как мы ее называем и так называемое вот это вот позвоночное тело оно вылезает сюда за пределы когда она вылезает сюда за пределы здесь у нас это чисто я сейчас объясняю физику здесь у нас проходят нервы что у нас получается у нас идет защемление нерва очень часто происходит в поясничных области так называемые седалищные нервы и онемение ноги когда это происходит более шейных отделов то у нас происходит онемение пальцев или онемение руки сейчас вам понятно вот поставьте пожалуйста или скажите голоса как вам понятно вот эта вот тема что эмоции то есть в каком мы состоянии находимся это очень важно поэтому я и начала именно состояние потому что состояние отвечает полностью за наше эмоциональность за наши накопленные мысли эмоции и так далее а они в свою очередь блокируют если это негативные эмоции они блокируют поступление энергии конкретно позвоночному столбу конкретно определенным частям позвоночника этот момент понятен да понятно хорошо другая оксана можете говорить голосом или напишите в чате испугался человек видимо нельзя спрашивать окей как у нас дела у ирины понятно большое спасибо за ваш ответ так Людмила ну Людмила это хорошо будет запись это ваша проблема у меня очень классный интернет специально подключилась здесь очень мощный интернет в Португалии понятно когда интернет не тянет то не тянет так Ирина понятен этот момент да понятен окей Ирина написала что понятно Оксана понятно да ну и давайте посмотрим что же находится у нас вот я не случайно нарисовала именно этот уровень это именно уровень первого энергетического центра и второго энергетического центра с ними у нас связаны отношения и устойчивость да сейчас я включу тут свет по крайней мере попробую потому что сейчас начало темнеть и тут тоже начало темнеть а на свет тут не очень такой мощный много еще нужно делать а тут просто переехала сейчас делаем следующую вещь мы сейчас да то есть это связано с отношениями и с устойчивостью по жизни что такое зачинение седалищного нерва это когда есть ваша дорога есть еще у вас в мыслях еще дорога вы стоите вот здесь что нужно сделать вынуть из этого состояния себя ну понятно есть еще на физике можно сделать определенные действия которые я покажу вам тоже сейчас давайте все таки посмотрим что у вас на скид что у вас лежит на этом уровне на поясничном уровне какие вы эмоции в принципе накопили давайте глубокий вдох и с глубоким выдохом покажите нам стакан всего того накопленного который находится в районе поясницы стакан емкость абсолютно не важна стакан загляните в этот стакан ничего делать не нужно отметьте насколько он наполнен чем он наполнен просто заглядываем в этот стакан и смотрим что там есть и стакан не пугаемся ну кто скажем так более продвинутый тут знает что делать может сделать кто новичок ничего не делаем просто смотрим стакан отмечаем какого цвета стакан какие цвета там присутствуют может быть сейчас у вас открылись какие-то ситуации которые вы видите которые связаны с тем что лежит стакан сейчас просто смотрим если у вас проблема находится в шейном отделе то также смотрим шейном отделе поясничного прицел если не знаете смотреть как ничего страшного то что увидели то есть выкидок вывод приходим сюда и описываем ситуацию просто пишем что увидели важно такого цвета стакан возможно какие-то ситуации открылись если вы хотите вы можете поделиться этими ситуациями что 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 было скажем какой цвет да находился больше всего в этом стакане ну давайте я сейчас спрошу Оксану поскольку уже не новичок ну у меня был черный я правильно Оксана там еще одна была да 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 правильно начнем начнем с более опытных ну как бы у меня был черный стакан и ну вы мою ситуацию знаете как бы в общем у меня вышло такое что злость как бы ненависть обида вот это все выяснение первые там первое состояние мы же не случайно начали ненависть вот но и я сделала то что нужно сделать ну отлично молодцы хорошо отлично и на ну у меня у меня в зоне позвоночника стакан был наполнен чуть больше половины как желуди как орехи чуть-чуть открытые не знаю почему что это такое ну да я помыла стаканчик вымылась как это 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 и на области шейных позвонках почему-то не скажу что там стакан полностью наполненный но у меня было ощущение какое-то такое вот как будто я нахожусь мне как всегда заносят возле храма какого-то греческого высокие колонны и цвет вот такой какой-то зеленая сталь вот как старый цемент вот такой какой-то вот как старые колонны ну какой-то вот такой вот неприятности от этого я не видела хотя я понимаю что это не должно быть хорошо это ну это то что есть с этим работаем так ирина что увидели вы прикольно так еще так мы еще не общались но в принципе мессендж позволяет почему бы не слабо хотя бы так 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 ну и ирина смотрите ну вот вы все увидели но визуализация это мое слабое звено вот вы ко мне пришли и ходить учиться на учебе визуализации визуализация это один момент видение это важный момент видение концентрации тут девочки у нас которые у меня уже по полгода занимаются поэтому ничего 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 страшного молодцы вот в поясничном отделе стака с черным содержимым наполовину наполовину шейна и на одну треть а так содержимым наполовину шейна на одну треть на уровне чувствами очень хорошо очень классное видение вот вам основная сейчас я вам показала настоящую причину что так что лежит с гуду спине я сейчас провистаю я не помню уже вашу ситуацию что там ну вот грыжа в пояснично-крестцовом отделе вот пожалуйста более верхнем грудном тянущую волю справа в шейну вот в шейну про вас и пошла у меня что сказать обязательно про шейну очень хорошо шаг за шагом шаг за шагом и все все отлично а теперь мы перейдем к физике сейчас я рассказала вам как это работает в энергетике вы это увидели да вам ваше сверхсознание мы сейчас находим свою определенную энергию и показала вам что там есть не ваша логика но ваше сверхсознание и вот это там что наполовину черное вот это то что эту проблему создает и там можно открыть еще намного выше уровень да посмотреть ну это уже на курсе мы можем это сделать да посмотреть с какими жизненными ситуациями это связано да либо на курсе либо на терапии что у вас не так много поэтому я вообще была готова провести классный курс в зоне по спине абсолютно уже по новой вживую 4 встреч мы посмотрим это сейчас чистая энергетика сейчас перейдем на физический уровень я люблю говорить так так и так и Итак, наш замечательный позвоночник. Итак, наш замечательный позвоночник. Я не буду сейчас вас утомлять всеми какими-то медицинскими познаниями. Даже если мы сейчас рассмотрим рисковый поясничный отдел, мы ясно увидим, что у нас это связано с чем? Здесь проходит... Так, вот сейчас я попытаюсь нарисовать... Вот так... О, Господи, так... Минутку... Ах, вот, наконец-то! Так, ну почему-то теперь увеличилось... Сейчас, минутку, еще раз перезапущу... Так... Что-то... Так... Так... Сейчас... У нас здесь проходят нервы... Так... 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 И эти нервы, они конечно не так проходят... Эти нервы управляются у нас в определенные органи... Так... В данном случае, ну хорошо, в данном случае, ну не очень хорошо. Ну, то показывает. Сейчас минутку. Ну, хорошо. Так, вот у меня суток. Очень покрупно. Да? Чему я, что я хочу сказать? Я не случайно говорила про отношения. Как правило, да, если есть здесь какая-то проблема, эта проблема есть с тонкой кишки. Проблема есть с плавой формы. Да, и проблемы с ногами. Возможно, также есть с тонкой кишки. Почему? Удивительно. Странная попытка. Ну, понятно, да? Надеюсь, понятно. Почему? Потому что здесь проходят у нас нервы. Кстати, если здесь нерв блокируется, да, вот этими выходами сюда. На физике, понятно, происходит там, а не менее и так далее. Что происходит в энергетике? А в энергетике потоп, который течет через, скажем так, есть нервы, а если чего энергетический потоп, да? Он просто не поступает сюда. Естественно, здесь, да, когда сюда не поступает энергетика, здесь у нас образуется так называемая блокада. Но она образуется еще и на физическом уровне, то есть элементарно. Да? Сюда не поступает много энергии, идет мало кровообращения. И что еще получается? Получается, костная ткань начинает разрушаться. Кстати, обязательный момент. Если у вас болит спина, да, вы, как правило, не можете много двигаться. Ну, не получается, да, вы, как правило, да, стараетесь лечь так, чтобы не тревожить и так далее. Это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно. Почему? Потому что чем вы меньше двигаетесь, тем меньше кровообращение, тем меньше вырабатывается костной ткани. То есть происходит обратный процесс. Костная ткань, она и так тут слабая, да? И так тут проблема. А так она начинает разрушаться. Почему движение очень важно? А про седалишном нерве вообще, то есть при защемлении седалишного нерва врачи часто говорят, да, там ставят блокады и все. Нельзя этого делать. Потому что в мозгу поступает сигнал вот сюда, в мозг. А? Ну, ладно, неважно. Сюда в мозг поступает сигнал. Господи. Господи. Заблокируй это место. Он блокирует это место. Но проблема-то осталась. Стакан-то наполовину полный. Стакан-то энергетически черный. Да, или наполовину черный. А это что значит? Это значит ваше состояние. Это значит ваши эмоции. Есть методики, которые могут это, как это сказать, могут это изменить. Могут это и состояние изменить. И есть методики, которые помогают. Могут это и состояние изменить. Методики могут изменить это состояние и вылить, скажем так, этот стакан. С тем, чем мы работаем по энергетике, мы выливаем этот стакан. Да? А вот как уже вылить этот стакан? Это либо на частной терапии, либо на курсах. Ну, в данном случае нас не так много. Значит, приходите уже на частную терапию выливать этот стакан. Ну, есть определенный метод. Как можно еще сюда пропустить энергию хотя бы так, чтобы уже был какой-то определенный результат? Сейчас я вам расскажу. Недавно, буквально, ну, переехав сюда, я столкнулась с такой вещью, как просто огромный шевел. Да? И я, надо сказать, не удержалась и упала. Он упал на песок. А песок, он довольно-таки мокрый песок, вы знаете, он твердый. И я потянула спину. Что у нас случается, когда мы падаем? Что у нас происходит, когда у нас есть падение? И это может быть так же и случилось. Ну, то есть есть, скажем так, энергетический поток в нормальном состоянии. Когда мы падаем, происходит сдвиг энергии. Да? Или сюда, или сюда. Чем? Это, естественно, ведет к чему? Такое изменение в энергии ведет к боли. Почему? Потому что, если в вашем токане что-то сдвинулось, да, есть определенные какие-то отложения, энергия. Энергия сюда не проходит достаточно, но она сдвинутая. Поэтому что происходит? Возникает в этом месте боль. Когда возникает боль, мозг, так сказать, пытается ее заглушить всевозможными мерами. А тут еще возникает восстановление. Вот вам еще одна причина правильных голов вспоминать. Это понятно? Поставьте, пожалуйста, то есть скажите голосом и поставьте чате письмо. Что сделала я? Ну, я рассказала не просто эту ситуацию. Эта ситуация вот только что, ну, недавно, скажем так, сошла. Могу показать, что у меня все в порядке. Я нормально плаваю, нормально двигаюсь. Отлично. Вот. Что сделала я? Я, естественно, вернула энергию на свое место. Но что я еще сделала? Есть еще очень уникальная, интересная методика. Называется она для энергетической аэроприциологии. Я надеюсь, что у меня есть. Лучше, спасибо. Ого. Ого. Итак. Продолжение следует... 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 Так, то, что я хочу показать. Так, что-то наконец-то. Так, что я хочу показать. Сейчас, в принципе, неважно, нарисовали вы вот так или нарисовали вы вот так. Так, да, ну, показано, как бы, вот так, да. Речь у нас идет именно о вот этой зоне. Ну, и конкретно, поскольку у нас сейчас мы все-таки рассматриваем больше в листе, оставайте восьмой, как бы, одним словом. Ну, смотрите, пожалуйста, в этой области, если у вас болевые ощущения. Да, ну, да, как смотреть? Смотреть очень просто. То есть мы ставим большой палец на данную зону. Так, и все надеюсь, что видно. Так, вот. Ставим большой палец и массируем по часовую стрелку данную зону. Поделаю цветку на левой стороне и делаю цветку на правой стороне. Сейчас мы это делаем просто схематично. На курсе я буду подробно все объясню. Сейчас мы делаем просто так, чтобы понять, что это. Там находится именно рефлекторная зона поясничной области. И когда у нас есть определенная проблема, можно также работать и с этой областью. И это то, что я сделала сразу. То есть я пока шла от пляжа до своей квартиры. Я вспомнила про это и массировала, убирала эту, скажем так, появившуюся проблему. Но потом мне пришлось, естественно, еще, чтобы эта проблема ушла, осознать, почему же я упала, собственно говоря. Да, я торопюсь там на своей дороге. Что я делаю не так на своей дороге. Где я уже там. Это как бы глубокий вопрос. Либо начать на курсе, либо на курсе. Сейчас, пожалуйста, мне скажите, вы помассировали. Да. И, пожалуйста, мне скажите, как, что получилось. Можно голосом. Это еще один способ, который мы изучаем на курсе, либо на лампе, водоемом частных тропин. Так, промассировала. На левой руке легкая болезненность. Ага. На правую все нормально. Ну вот. На левой руке легкая болезненность. Легкая и интересная. Ну вот, скажем так, приходите ко мне на частную терапию, решать свой какой-то личный конфликт. Потому что левая сторона, это именно сторона личного конфликта. Есть какой-то конфликт, который там лежит. В какой-то области уже пора его решать. На левая сторона. Это дополнительно. Так. Хотите вы уже избавляться от, скажем так, от своего стакана? Уже наконец-то избавиться, осознать, что там лежит. И убрать его из своей жизни. И убрать его из позвоночника. Кто-то, пожалуйста, хочет, напишите в чате. Да, хочу. Угу. Угу. У меня есть интересный. Что значит интересный? Это все будет зависеть, конечно, от участников. У нас еще пара человек не смогли прийти. Если участников будет немного, то, естественно, я буду поводиться по частному порядку. Так у меня была очень классная идея пригласить вас на курс. На месячный курс по работе над собой. Как вы понимаете, что для того, чтобы избавиться от проблем со спиной, вам нужно еще осознать определенные моменты, да? То есть не просто выработать на физике, а что включает себя в курс. Ну, как известно, моя частная терапия, да, если я вас работаю с вами индивидуально, она рассчитывает определенное количество часов, и час моей терапии стоит 10 тысяч рублей. Абсолютно нормальная цена. В курсе вы получаете, вот только сегодня, если вы заказываете, сегодня за 15 тысяч рублей всю месячную программу. Что туда входит? То есть туда входит 4 встречи в Zoom. Ну, это при условии, если еще у нас соберутся участники. Да, туда входит 4 встречи в Zoom. Туда входит целительские техники по работе над своей конкретной слимой. Туда входит энергетический разбор, то есть разбор конкретно вашей ситуации. И туда входит техники по биоэнергетической, это фиксологии, по рефиксологии то, что я сейчас показала на руках. Ну, и, конечно, на ногах, то есть работа с собой. И вот только сегодня, если вы заказываете прямо сегодня, делаете предоплату, это стоит для вас 15 тысяч рублей. Если понятно, если у нас участники не соберутся, то ничего не могу сделать. 10 тысяч рублей стоит терапевт, приходите спала. Будем в частном порядке с вами заниматься. Вот, хочу здесь. Отлично. Ну, курс я готова провести, в принципе, за 15 тысяч рублей. месячный курс, то, что оплачивают каждый день. Сейчас я сброшу вам ссылочку в чат. Если вы находитесь в Европе, вы можете оплатить вот по этой ссылке. Сейчас просто внести нужно предоплату 2 тысячи рублей. Вносится предоплату, и за вами закрепляется вот эта вот цена в 15 тысяч рублей, 4 занятия в группе. Ну, скажем так, если ничего не получится, ну, тогда за вами закрепится цена все-таки не в 10 тысяч рублей, а спрашиваю вас с вами по работе уже в частном. За 8 тысяч рублей будет ваша месячная терапия, сколько вы там решите. А если все вместе, то тогда все идем вместе и начинаем уже заниматься субботы в 15 часов. По пугайскому времени, это по Москве, будет по 3-2-2 часа. Образуем сюда ссылку. Кто же готов прямо сейчас заказать, внести предоплату, вообще-то, пожалуйста, готовы. Позвольте в чате. И сюда еще входит, значит, что входит в курс, в групповой курс. Первое. В групповой курс входит разбор вашей конкретной ситуации. В групповой курс входят целительские техники, их изучение и сразу же применение. В групповой курс входит также мои активные медитации, последующим очищением и наполнением. И как не допустить, скажем так, накопление вновь вновь таких-то негативных энергий, которые будут повлияли на наши органы, на спину и на нашу жизнь. Еще момент, когда я готовила этот семинар, эту встречу, мне пришла еще очень интереснейшая информация, которую я сейчас попытаюсь донести. Вот этот вот рисунок мне нужно донести для вас. Как еще работает спина, как связана дорога души, спина и вода. Примерно, кто меня уже давно это представляет. Хочу, хочу. Отлично. Вы можете написать, что вам более интересный курс либо моя индивидуальная терапия. Понятно, что в индивидуальной терапии я только на вас временем в курсе и, естественно, на участник. В конце завершения мы сейчас я нарисую один из я нарисую представьте, что вы идете по определенной дороге жизни. Нарисуем ее вот так. здесь есть центральная линия. На этой дороге подается полностью энергетический поток. Когда вы находитесь в этом потоке, вы находитесь в принципе в состоянии четвертой. Четвертой энергия, все выстраивается, события на этой дороге выстраиваются как они должны быть. Если мы сейчас немножко сотрем и нарисуем позвоночник. Даже с этим не случайно делаю. вот такой у нас смешный будет рисунок. Тут в общем-то все нормально. Но если вы находитесь здесь, то это выглядит примерно вот так. Я очень схематично сейчас рисую. и соответственно энергия, то есть позвонки как бы кричат об этой энергии, но энергии сюда не поступают. Естественно, с чего мы начинали, происходит разрушение костной ткани. начинается всевозможные протрузии, всевозможные крыжи, всевозможные еще какие-то вещи. То есть, что нужно сделать? Нужно вернуться сюда. Как мы будем это делать? Приходите либо на частную терапию, либо на курс. было ли полезным сегодняшняя информация? Достаточно была ли она понятна? Посмотрите, пожалуйста, в чате десятку. Насколько была полезна информация? Пожалуйста, в чате от одного до десяти. Вынесли ли вы? Мне очень хочется, чтобы вы вынесли сегодняшние встречи достаточно не просто информации, понимания именно того, что просто укол, который делает блокаду, ничего не даст. Он так еще и называется блокаду. И для примера, конечно, я понимаю 15 тысяч рублей на курс, достаточно хорошие деньги, но сколько вы вкладываете по сравнению, вот вы идете к врачу и вы проходите. Я просто записала сейчас то, что пришло в наши услуги. Физиотерапия, массаж, иглорефлексотерапия, карбокситерапия, лечебная физкультура, тракционная терапия, прерсотерапия, гневной стационар, плазмолифтинг, плазмолифтинг, процедурный подъемник, лазерное удаление. И тогда, когда еще лазерное удаление идет, то это вообще не супер, потому что там идет круглые нарушения энергетики. Проблемы-то они остаются, то есть ваше осознание, ваш стакан-то он наполнен, никуда он не делся. Он переходит на такие органы, как матка, как яичники, как кишечник, не только спина, потому что спина пропускает через себя энергетический поток, она пропускает нервы, нервы идут через спину, нервы идут к органам. Задайте себе вопрос, сколько вы уже выбросили денег в принципе на какие-то такие консервативные методы. Если бы они помогали, классно, но они не могут помочь, они блокируют на короткое время, но они не могут помочь если вы ушли со своей дороги. И у вас идет там при косяк энергии. В жизни они не помогут. Вот думайтесь, сравните и сравните с этой ценой, где вы получаете реальные методики. Я помогла уже многим, многим. И помогаю себе. Говорят, себе помогать гораздо сложнее, чем другим. Это действительно факт. Но это все работает. Это рабочая методика. И можно восстановить, то есть грыжу, снова. Есть определенные целительские техники, где мы формируем и костную ткань, и формируем именно вот это фибральное так называемое кольцо с костной массой. Восстанавливаем костную массу. Это не быстрый процесс, но это тот процесс, который ведет как к осознанию, так и выздоровлением всего организма. Так, что у нас написали в чате? Всяточка, спасибо, да, на разбираться необходимо. Так, Что скажет нам Инна? Инна, включите, скажите. Ну, я вообще сейчас сижу, думаю, пока со спиной я не буду заниматься, а вообще хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы меня не будете заниматься, вы и так у меня занимаетесь на индивидуальных занятиях, поэтому вам пока достаточно, это именно для тех людей, которые новички, которые не понимают совершенно где они находятся, почему медицина не может в этом случае помочь, потому что грыжа это по существу что такое? Это разведение костной ткани и выход вот это желе скажем так на поверхность она передавливает нервы и это можно восстанавливать есть обратный процесс я вообще хотела сказать по поводу того что вам надо поставить памятник большой нерукотворный эта женщина сделала большую помощь для меня во всяком случае все ничего ничего не говорим я рада что у вас все хватно все получается мы с вами увидимся на следующей неделе по-моему я просто хотела сказать хотела сказать всем что действительно обращаясь в обыкновенную больницу мы надеемся получить излечение традиционными способами а излечить душу успокоиться там так не получается и все эти вещи они все взаимосвязаны поэтому вы действительно очень помогаете людям ой ну в общем нужно идти на курс нужно идти на курс да да я уже я уже не знаю как как еще объяснить человеку чтобы он взялся вот за свою голову и понял где лежит какая-то проблема а главное я понял что методом активной медитации можно работать это наше исконное существо поэтому мы можем это изменять я бы не была сейчас в Португалии если бы я сама не трансформировала свою жизнь это можно изменять можно менять свою дорогу и можно восстанавливать свою спину то что я еще не сказала спина это ваше прошлое это все отложенные вот это знаете как река забыла совершенно сказать просто достаточно много информации но вот эта вот сейчас информация она сегодня прямо пришла и она была очень важна если мы спину представляем как некую речку представьте что на этой реке лежат ваши прошлые ситуации как ей течь никак нужно сначала убрать ваши ситуации вы можете убирать их сами понятное вы можете убирать их под руководством им всегда есть выбор Ирина насколько полезно вам был сегодняшний вебинар вот скажите напишите вернее пожалуйста я потеряла сейчас сейчас надо пока технически наш помощник ну вот удивительный человек у нас есть вот в чате да подмила а она была у нас корот простите не получилось сильно болела шея так вот вам и нужно было здесь быть именно когда у вас сильно что-то болит вот этот важный момент сильно болела шея приходите на курс смотрите курс будет курс уже начнется в субботу мы можем с вами договориться а времени ориентировочное 15 часов по португалии это 17 часов по Москве ну отлично все приходим на курс ну кто продевал вебинар значит смотрит записи и у вас будет еще возможность заказать курс носите предоплату и вперед огромное спасибо вам за отзывы и за ваше участие все давайте чао Оксана что-то хочет еще Оксана сказать так я не посмотрю что а разбираться конечно необходимо все отлично все все видео